здравствуйте это программа проекта неизведанная планета человек и автор ведущий владимир симонов все правы и даже те кто нет своей оправе придуманных бед в иллюзиях искренних правде и лжи в перипетиях жизненных верой в витражи рисунок наскальный искусственный интеллект маяк самопальный в тупик проспект куда бы и кто бы когда не взошел толпы среда всегда хорошо печка русская согреет зимой деньги нагрузкаю на упокой иван дурак аленушка сестрица на все знак не пей из копытца медведя не буди когда спит мирный красота погляди свет обильный берлогу обходи по дальнему кругу и не следи не мешай плугу перепашем планету будет чище и тише верю примету звезду над крышей спрячь свой маузер и давай без мата палец на паузе у сократа в следующем воплощении рожусь евреем чтобы по иисусовским пройти эпопеям постараюсь хитрить и избежать распятия но похоже не спрятаться от проклятия проклятия переживу важнее кто папа отец сам господь море анапа буду на пляже балдить и нежиться объясняя всем их невежество в следующем воплощении буду евреем правда жаль мир стал злее ему любви а в ответ гранатой и вновь как тогда сердце будет распято а что если вообще ну его нафиг не буду воплощаться наплюю на график растворюсь во вселенной пылью звездной конечно лучше чтоб не навозной ладно как будет все как случится мне только водой святой умыться только от камер тонется не потерять ориентира только на мечту благословение мира случается то что велено то что человеку отмерено то что ему прописано сверхсознанием и каждый как в тени барахтается негодует иногда или кается но всегда исполняет веленная вселенной можно упираться можно подпрыгивать можно мелодию жизни наигрывать можно попытаться пригнуться и спрятаться но нет и нет кого каждому одно и то же затеяно перейти пространство что простреляно что невежеством пекается и убогостью дабы однажды когда одолеешь лень и толпу оставишь когда тему сердца в радугу переплавишь когда обретешь тишину сердца только тогда и не раньше увидишь солнце живое океаном прозреешь как истиной и примешь все что иное и совсем не так как раньше думал все настоящее и уникально замечательное благословительно мечтательное гармония образовательная красотой крещеная цельная стройная на перспективу нацеленная к исполнению веленного ну если смотреть на все события которые прямо потоком проносятся вокруг нас то вполне возможно запутаться или принимают ульную сторону за истину или придумывая свое собственное мировоззрение естественно тоже реакции и когда ты пребываешь вот в плоскости происходящего то ты как бы всегда в прошлом потому что любые события на планете они являются следствием уже совершенных энергетических преобразований на ментальном поле то есть все то что мы с вами проживаем это проекция но ты как бой с тенью лучше конечно влиять на первую причину но как ты туда можешь забраться как ты можешь попасть туда где происходит реальная трансформация энергии сознанием сознанием и вот когда как миру относишься как благословительному пространству реализации то многие процессы открываются совсем с другой стороны и возможно видение реальности совершенно иной но более настоящей естественно в условиях гравитации в условиях нашего закупоренности в скафандрах в телах то в общем то все равно это однозначно не может быть интерпретировано тем более в случае перевода на язык на мысли все равно как бы истина ну разжиживается и тем не менее контакт с существованием возможен и более того он необходим и в настоящее время когда эволюционное развитие человечества выходит совершенно на новый уровень преодолевает совершенно новый порог это в общем то обязательно обязательно видеть человеческую эволюцию вне собственной реакции на те или иные проявления собственно по мере роста сознания и проявления другие так вот если наблюдать весь масштаб как бы пространство эволюционного развития человечества то хочешь не хочешь возникают удивительные мысли ну например если волос не упадет без воли господа то война то противостояние оно же явно санкционировано ну тот или иной президент он якобы вроде бы выбран кем-то но на самом деле его пребывание у власти также санкционировано существование существование а зачем это все тогда ну мной открытый закон гармонии он в общем-то работает объективно то есть эволюционное развитие человечества идет по пути формирования гармонии и дисгармонии преобразование хаоса в гармонию и есть в общем-то отражение эволюционного процесса ну гармония сверхсознания гармония вселенной и гармония нашего человеческого общежития она как бы разная ну разная и ну понятно же что мы в настоящее время на настоящем этапе развития очень глубинно погрузились в обожествление материальной стороны нашего бытия ущерб другому и тогда процессы которые сегодня происходят на планете они явно связаны с трансформацией нашей объективной реальности и как я выше сказал любая трансформация связана с преодолением хаоса в гармонию и если мы говорим об этом этапе хаоса в гармонию нового качества сегодня многие отмечают что человечество подошло плотную к возможности ядерной войны ну плотную то есть но все как бы на грани русские говорят что они устали от этого унижения преследования да пошло ну все нафиг если надо 5 минут до европы и 15 минут до америки и как сказал президент россии да зачем нам нужен этот мир без россии это правда человечество как сошло с ума сегодня все набросились на эту страну россию совершенно совершая но просто какие-то нелепости если сказать больше глупости если определить вообще как совсем глобально невежественные заблуждения реализуют ну когда метаполитен опера отказывается от концертов выступлений нетрепко но даже нонсенс когда ну это вы знаете лучше меня я вот о чем подумал ну если мир подошел к уничтожению то невольно возникает мысль ну как же так но такое такое принципе достижение человеческой эволюции но мы действительно в общем то как-то находимся на таком прекрасном уровне развития у нас телефоны компьютеры машины космос даже летаем но как-то так уничтожить и что существование опять начинать все сначала вот здесь интересный очень момент понимаете как интересно все наши материальные достижения они для существования являются пылью или может быть даже меньше того то есть ничего не значит для существования для сверхсознания для эволюции вселенной ибо наша материальность она может существовать только в условиях гравитации и в пределах солнечной системы но это очень мизерно по отношению к всемирному вселенскому масштабу тогда получается что вот все те накопления которые мы с вами имеем они в общем то не являются основным если мы что-то потребляем мы должны что-то отдавать и я давно открыл для себя что отдаем мы качество сознания то есть эти осознания кванты осознания они уходят во вселенную и не являются мощнейшим инструментарием для строительства и вот мы говорим про ядерную войну и мы говорим про то что это возможно и допустим земля будет уничтожена и наше недоумение но как же так оно же может быть растворено одной истиной а если это последнее вот наше с вами звено эволюционное последнее на этой планете до этого были много другие уже много чего там с нас сняли и наше вот это эволюционное развитие нашего 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 звена цивилизона оно далеко не первое и до этого еще что-то было и поэтому пирамиды поэтому там находят какие-то сплавы металлов ну в общем было что-то было уже и что-то уже начиналось заново а если мы последнее звено то существование вполне возможно допустить уничтожение планеты и допустим возможность забрать планеты тот квант сознания который на сегодня отработан и на сегодня он уже является может быть высшим то есть может быть в условиях эволюционного развития на планете в город условиях гравитации невозможно достичь большего чем допустим я вам говорю ну невозможно достичь большего представления человечества чем его представлять как гранью иерархии вселенной и понимать что мы потребляем энергию пределах гравитации и отдаем кванты сознания все и допустим допустим только допустим что это предел и на в условиях гравитации в условиях вот этого нашего нашей привязки к планете невозможно достижение большего уровня и может быть необходимо взяв квант последний этого сознания перенести его может быть на другую планету ну я не знаю я не хочу выходить за пределы солнечной системы там вообще непонятно ничего допустим на венеру и на венере открыть новое эволюционное развитие причем уже в совершенно другом теле уже не выстраивая такую плотность то есть и в этом случае материальный мир будет значительно более разжижен потому что невозможно будет построить пока из тела есть возможность строить государство нужны деньги когда ты прозрачен то в этом случае ты возможно можешь потреблять просто энергию солнца и тогда в этом случае тебе не нужны такие не нужны такие общественные институты которыми сегодня мы окружили себя и в которых мы задыхаемся те институты которые приводят к войне те институты которые приводят к нищете голоду ко всему это только мысль только предположение случается то что велено то что человеку отмерено то что ему прописано сверхсознанием и что кто-то спросит ну и что симонов вот это все рассказал ну и что да ничего можно упираться можно подпрыгивать можно мелодию жизни наигрывать можно попытаться пригнуться и спрятаться но некуда и не от кого если тебе дана возможность радоваться солнцу вдохновляться женщины и понимать что мир в котором мы живем он божественен и значит он из любви то тебе ничего нечего бояться любовь не придлежит материальному плану и поэтому она и уничтожить нельзя ну я так предполагал что бог существует пределах солнечной системы но мне хотелось бы так по крайней мере за пределами солнечной системы в условиях другого совершенно косма микрокосма и макрокосма возможно только остается только женское начало только женщина ну я так рассуждал я так рассуждаю ну в общем то в этом случае если ты опираешься на любовь на красоту на гармонию и давно уже преодолел вот эту вот диспропорцию врагов и друзей то чуть и бояться но еще одно я хотел сказать в этой программе у меня такое ощущение что вот сейчас эти все испытания которые проходят на планете связаны с конфликта на украине они более всего необходимы россии и совершенно не с точки зрения того чтобы там утвердить как-то свое право на что-то нет я вообще не смотрю на эту ситуацию с этой колокольни сегодня мир подошел колоссальному тупику вот процессе развития подошли к тупику материальный мир он тупиковый но недаром вот в давосе экономический форум он практически не обсуждал экономику он обсуждал политику потому что экономические вопросы обсуждать в условиях материального мира ну получается уже как бы невозможно но тупик непонятно что делать в условиях торжества денежных провокаций невозможно что делать как поддерживать этот уровень жизни как избежать голода и тому и подобное так вот на этом этапе для меня понятно на этом этапе эволюционного развития энергетический спектр который сегодня определяет трансформацию потоков энергии это спектр он той модуляции которая каким-то образом связана с вибрациями ну я так называю вибрациями трипода и россия это страна которая эти вибрации способны усилить украина сохранить россия усилить а беларусь ассистировать поэтому я говорила в двухполюсной системе поэтому один полюс россия украина беларусь он необходим для того чтобы эволюция продолжилась так вот что интересно что за последнее время за последние те же 30 лет россия очень далеко ушла от своей предназначенности и пытаясь развиваться в новых условиях после разрешения советского союза она стала больше консервироваться в материальности то есть в том процессе в котором ей не суждено быть лидером но зачем еще одна америка зачем еще одна европа зачем более того и америка и европа они сейчас своем материальном совершенствовании дошли до тупика и востребована из россии новая идея общежития совершенно новое отношение к творческой самолизации каждого человека иное отношение к женщине иное отношение к нематериальному то есть к духу и россия имеет таким предназначение такое предназначение быть таким камертоном усиливая те вибрации которые доселе спали а сейчас они проявились и мощнейшим образом мощнейшим образом эти вибрации сейчас доминируют в энергиях ответственных за трансформацию реальности и эти вибрации может принять однозначно изначально россия и пойдя по пути материального развития пойдя по пути стимула вот заработать деньги и все остальное как бы пытаясь быть америкой чем-то завидуя америке этот процесс дальше продолжать было нельзя и сейчас мощнейшая чистка освобождение от людей которые уже неисправима встроены в прозападную культуру это причем касается освобождение людей от правительства до самых-самых элементарных слоев граждан и вот эти процессы которые сейчас происходят они наиболее важны для россии потому что сегодня нет возможности родить идею которую кому-то можно рассказать или кому-то можно передать все это все касалось толпы сейчас на этом этапе очень важно каждому пробудиться и вот этим своим пазлом пробужденным божественным вставить в общую пазл картину человечества так вот в россии сегодня наибольшее возможно очувствование каждым человеком своей значимости не в масштабе квартала не масштабе там коллектива а в масштабе вселенной масштабах всего человечества и вот чем больше людей будет пробуждено в россии вот этим радостью и счастьем быть человечеством приближать к этому племени чем больше людей чувствует свою божественность тем больше мощнее сможет энергия трансформации реальности охватить планету и вот этой энергией пробудить другую часть человечества которая условно говоря чисто условно придержит западной культуре конце до концов я когда беседовал с людьми здесь в америке ну представляющими из себя элиту научную там или общественную или политическую то все соглашались что если соединить социализм и капитализм ведь в их их влить в один флакон перемешать и вытащить что-то среднее то это будет идеальное общество все со мной соглашались так вот я думаю что время сейчас удивительное для возможности преобразования россии и это является залогом успешного освоения нового эволюционного этапа и вот это является главным для того чтобы человечество могло пойти дальше не прибегая к ядерной войне чтобы закончить не начавшись ну вот то что я хотел сказать я сказал такие вот мои мысли я сижу в этом замкнутом времени где пространство тупиком реалена и где огненность моего племени вакуумом бездорожья завалено мне неведомы тайны известны и о вселенской моей проституции и присыщен намеками местными облефи вселенской конструкции все что ждешь тем всегда и случаешься и ижитое опадает вчерашностью что нажаждается что нажаждается тем и маешься мучаясь разностью не дождаться теперь снисхождение и исследованной захлебнешься убогостью и не согреет сладость сомнения и не додышишься подмоченной новостью но однажды прозреешь случайностью горизонтом проявится код и прорвавшись сквозь нудные крайности полетишь на восход успехов а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok